Сложно в этой величественной красавице узнать пристанище торговых развалов. За полгода главному ярмарочному дому вернули исторический облик в благородной охре. Но, как говорится, по одежке только встречают. За внутреннее наполнение тоже краснеть не придется. Каждый метр из 6 тысяч квадратов имеет свою историческую ценность. Более 300 экспонатов. Это различные экспонаты, экраны, на которых проецируется изображение, интерактивные столы, интерактивные панели. Все практически можно трогать. Тут принцип, в отличие от обычного музея, принцип мультимедийного парка, это то, что здесь посетитель может прикасаться к экспонатам и вести диалог. В главном ярмарочном доме сегодня открывается выставка «Россия – моя история». В день здесь смогут побывать до 3000 человек. Их уже готовы встретить экскурсовода. Моя экскурсия посвящена династии Рюриковичей, которая продолжала 736 лет. Именно с нее началось русское государство, 862 год, основание Руси. И я считаю, что это очень важный период в истории нашей страны. Можете увидеть русские обычаи, что ели на Древней Руси, во что одевались до крещения и после крещения, как была устроена русская изба. Всего подготовлены 4 экскурсии по темам. Правление Рюриковичей, Романовых. 20-й век с 1914 по 1945 годы и от Великой Победы до наших дней. Отдельные экскурсии. Записаться на них можно через сайт. Экскурсия стоит 1500 рублей на группу до 10 человек. Тогда билет покупать не нужно. Но при самостоятельном изучении билет в часть Романова-Рюриковича и в 20-й век будут стоить по 150 рублей каждая. Льготникам 100. А в зал с региональной экспозиции 50 рублей. Благодаря интерактивному наполнению экспозиции здесь не заскучаешь и при самостоятельном изучении. Когда говорят о великих победах в нашей истории, о битве при Молодях вспоминают нечасто. И совершенно напрасно. В кровопролитном пятидневном сражении наши одолели хана Девлет-Гирея, который намеревался захватить Астрахань и Казань, а Ивана Грозного взять к себе в услужение. Наши войска в три раза уступали численностью войскам противника, но они все равно его одолели. Как же им это удалось? Реконструкцию битвы можно посмотреть с помощью этого интерактивного стола. Здесь можно узнать о приемах обороны, расстановке сил и численности соперников, а также подвести итоги битвы. Интерактивный стол повинуется малейшему движению руки. На стенах нон-стопом работают проекторы. В купленном кинотеатре можно с комфортом посмотреть фильм, сидя на мягком пуфе. Даже книги здесь не простые, а цифровые. Но самое главное, такой игровой и легкий способ помогает получить реальные знания. Их, кстати, можно проверить с помощью тематической викторины. Выставка «Россия. Моя история» торжественно открывается в День народного единства. Глава региона Глеб Никитин поздравляет всех нижегородцев с праздником и с таким уникальным подарком для региона – современным интерактивным музеем. Я действительно стал этот день воспринимать по-другому после того, как приехал в Нижегородскую область. Это, наверное, один из важнейших и таких осмысленных, заслуженных праздников сейчас в нашей стране. Поэтому всех нижегородцев еще раз поздравляю с 4 ноября, с Днем народного единства. Что касается парка, то парк выглядит абсолютно полноценным, законченным. Сегодня выставка «Россия. Моя история» работает до 10 вечера. И вход на нее бесплатный.